Блин, друзья, столько нытья было под моим постом, последним и негативом. Такое ощущение, что это просто нытики, а не инвесторы. По-другому, извините меня, я вас назвать не могу. Я, честно сказать, такого не ожидал. Там даже были слова «наскинули», «это кидалово», «на Сбербанк наезжали» и тому подобное. Я давно такого нытья не видел. Из-за этого нытья я решил записать вот это видео и поделиться своим мнением. Вы, наверное, спросите, а где был негатив и о чем я все-таки веду речь? О том, что я скинул последний пост на вкладке «Сообщество». Вот он, заходите на вкладку «Сообщество» и смотрите. Там были ответы на вопросы одного из подписчиков, который мне скинул с поддержкой «Кид Финанс». И вот именно под этим постом можете сами почитать, если еще не дошли, вот этот вот был негатив. Где было нытье, где было всякие слова «кидалово» и тому подобное. Но я вам хочу, друзья, задать один вопрос. Вы думаете, нытье вам что-то поможет, нытье решит ваши проблемы или нытье вам сделает дивидендную пенсию или что-то еще? Вот задайте себе этот вопрос. Мне кажется, что нытьем вы все равно ничего не решите. У меня к вам вопрос. Вы вообще инвесторы или нытики? Вы нойтесь, как маленькие дети. Мне кажется, большинство из вас, ребят, не в обиду, вообще лучше не быть инвесторами. Такими комментариями, как вы пишете, вам, наверное, все нужно продать, забыть, что такое инвестиции, просто тратить деньги сегодня, жить одним днем и радоваться жизни. В принципе, это тоже неплохая стратегия. Так что задайте себе вопрос. Вообще, нормальный инвестор или вы вообще кто? Может, вы спекулянт, что вы ноете, боитесь? То, что ваши деньги заморожены, а вам хлебушек завтра есть нечего. Ну вот, определитесь. Значит, давайте поговорим про брокера Китфинансов. В этом видео я расскажу именно свое мнение, как я ко всему этому отношусь и что буду делать я. Я уже изначально, спойлер, да, вам закидывал, говорил, что я буду планировать работать у этого брокера. И пока никуда дергаться не буду. Многие, конечно же, там начали негативить. Пятое-десятое, я переведу бумаги, то-се. Пятое-десятое. Это корень же же ваше мнение. Я сегодня расскажу свое мнение. Еще раз говорю, мое мнение, оно ни на что не претендует. Я просто здесь здраво. Посмотрел на эту ситуацию и просто освещу здесь свои мысли. Еще раз говорю, мои мысли ни на что здесь не претендует. Я просто делюсь тем, что я делаю и что планирую делать. Еще раз напоминаю, ответы на многие вопросы вы найдете на вкладке сообщества. Там они задавались. Значит, хочу начать с таких вопросов, когда мне говорят, а можно ли будет перевести деньги? Сколько это будет стоить? Можно ли будет вывести деньги на карточку? Как там торговать бумагами и тому подобное? Друзья, пока данной информации у нас нет. Что есть у нас на сегодня? У нас есть на сегодня три письма от Кит Финанса. Это нужно понимать. Первое письмо – это уведомление о том, что наши бумаги были перенесены. Второе письмо – то, что нам открыт счет ДПО. И третье письмо, которое пришло буквально недавно – это ссылка на то, чтобы подписать электронный договор и открыть там счет. Вот я там открыл счет и записал ролик. Я уже пояснил, что ролик будет в ближайшее время. Поэтому, если еще не подписаны, то подписывайтесь, если вас интересует тема вообще Кит Финанса, Сбера, Брокера и все, что сейчас здесь происходит у нас в мире финансов, в мире акций. Потому что вы знаете, что все, что касается Сбера и Сбер Брокера, я освещаю. Я один из немногих Брокеров. Почему будет опять же ролик выпущен чуть позже, потому что я хочу записать сразу конкретную инструкцию, а не так урывками. Поэтому с регистрацией я уже все сделал, жду дальнейших от них писем. Как будут дальнейшие письма, как будет полное уже завершение регистрации, вплоть до того, как я увижу свои бумаги, пятые, десятые, тогда я уже выпущу это видео. Я не знаю, сколько на это времени уйдет, но я думаю, в этом месяце я постараюсь этот ролик выписать. Поэтому все такие вопросы, которые сейчас невозможно узнать, не стоит, друзья, задавать. На эти вопросы найдутся ответы чуть-чуть позже, когда уже все это устаканится, когда уже нам откроют счета, когда мы начнем торговать, не торговать, скачем приложение, опять же, мы сами все поймем. И комиссии, и все мы поймем, и все мы разберем. Поэтому не стоит сейчас суетиться, от суеты, от нитья, от этого, то, что там, вот, у меня там перевели пару ETF фондов, мне проще не открывать, что-то тому подобное. Это ваше право, вы можете счет не открывать и пустить это все на благотворитель. От этого нитья, еще раз говорю, ничего не решится. Сейчас только может решить все моменты, это время, друзья. И на некоторые, еще раз говорю, вопросы у нас нет ответа. Поговорим вообще в общем о переводе. У нас скинули, нам не дали выбрать брокера, почему нас там не перевели в БКС и тому подобное, там, про комиссии, про пятые, десятые и тому подобное. Друзья, перевод был сделан принудительно, и он был сделан не самим Сбербанком, а ЦБ. И даже в брокере, в отчете брокера у вас было написано, ищите, было такое письмо, то, что на основании, я даже записывал ролик, то, что на основании ЦБ от такого-то числа ваши бумаги переводятся туда-то, туда-то. То есть, этот ЦБ решил принудительно перевести. Почему, опять же, это все было сделано? Потому что были блокирующие санкции. После 13-го нельзя было вообще никуда ничего переводить. И поэтому в срочном порядке думать было некогда. Возможно, было какое-то время, предложили там АТОНу, БКСу, как были у нас слухи, но эти ребята, может быть, по каким-то причинам отказались. Мы не знаем точной информации, но факт остается фактом. Нас перевели в этот кит финанс, который у нас неизвестный и который вроде как топовый брокер. Я хочу сказать, Берзи здесь ни при чем. Я хочу сказать, наоборот, это лучше, чем если бы остались ваши деньги, еще раз говорю, в Сбербанке. На Сбербанк могут нанести эти санкции 5, 7, 8 и 10 лет. А возможно, с Европой отношения и с этим Евроклином, там не знаю, как там ЦБ может быть, решит эти вопросы. Он их деньги разморозит и эти, возможно, раньше. Может, через полгода, может, через год, может, через два. А Сбербанк может быть 5-10 лет под санкцией. Поэтому ваши активы, может быть, сможете продать гораздо раньше и получать дивиденд, чем вы бы смогли это сделать в Сбербанке. Поэтому, как по мне, лучше хоть куда-то, лучше к такому брокеру, чем никуда. И опять же, нужно понимать, что данный брокер, как по мне, вот вы там все начали ныть, там абонентка, не абонентка. Еще раз, сейчас вроде как абонентку убрали. Это уже хорошо. Хорошо к этому брокеру перевели, потому что это реально брокер. И он не такой заметный. Вероятность санкций гораздо меньше, чем если бы перевели нас крупные другие банки. По банкам реально будут бить в первую очередь, чем по этим мелким брокерам. Поэтому, как по мне, все сделано гладко и четко. У кого есть, например, нетерпение, да, недожидание, друзья. Но, еще раз говорю, потому что вы паникуете, задаете какие-то вопросы, суетитесь. Кому вы хуже сделаете? Вы переведете деньги, вы все продадите. Кому вы хуже сделаете? Продадите все, вы себе хуже сделаете. Значит, вам дивидендной пенсии не видать. Значит, вы урежете свой сложный процент. Вы только хуже сделаете себе, если вы будете переводить, таскаться по брокерам 5-10. Да, сейчас вот это напрягает атмосферу, то, что все это долго. Ну, друзья, а другого варианта нет. Придется только ждать. Да, вот в такие мы беспрецедентные условия попали. Такого никогда не было. И будем работать в этих условиях. А что теперь делать? Инвестиции – это риск, нужно было это изначально осознавать. Если вы сюда засунули все свои денежки, то это чьи проблемы? Это ваши, друзья, проблемы, а не того, что там санкции или 5-е на 10-е наложили. Да, есть доля, конечно же, и вины, то, что наложили санкции. Но, опять же, это риск, это геополитика, это всегда было и будет, и это нужно было означать. А то, что вы закинули все деньги, опять же, вы виноваты в этом сами. И почему вы в этом виноваты? Потому что у вас недостаточно финансовой равности. Почему я не парюсь? Потому что я все сюда не вкладывал и понимал, что то, что я сюда вкладываю, то, что мне не нужно. И в ближайшие 10-15 лет не понадобится. Поэтому я особо не парюсь. Все равно, я думаю, когда-то это что-то разморозится. По мне, на рынке стратегии жительского капитала гораздо лучше, чем стратегии зарабатывать с капиталом. Давайте теперь коснемся комиссии. Некоторые начали писать, обдиралов, обдиралов. Друзья, я понимаю, что мы привыкли к нищебродским комиссиям. Мы привыкли к лайтовым условиям, чтобы мы работали за копейки. Но это стало возможным только в последнее время. После того, как банки крупные, организации, стали добавлять в себе элементы брокерских услуг. Сбербанк, все остальные, Тинькоу и тому подобное. До этого, как вы знаете, брокерские услуги не очень были развиты. И было очень мало у нас игроков. Если вы посмотрите на этих игроков, там всегда были высокие комиссии, абонентские платы. Потому что для этих ребят, вот эти все комиссии, абонентские платы, это их не хлеб, потому что они чисто брокеры. Банки, они зарабатывают на всяких других комиссиях и кредитах. Они могут тебе позволить вообще хоть 0-0-0-1% сделать от брокерских услуг, чтобы он просто чуть-чуть окупался. И все, просто базу туда людей себе забьет. Это банки. И когда банки начали активно продвигать фондовый рынок, тогда фондовый рынок последние 3-4 года. Он поймает хайп. Начались крупные рекламные компании. Все вот это по телевизору начали срекламировать. И все вот это у нас байда пошло. Но раньше про это никто не слышали. Потому что активно вот эти брокеры, которые у нас классические, они это особо рекламу не пиарили. Это тоже в последнее время уже, чтобы конкуренцию создать банкам. Даже те же БКС все, да, иногда они есть по телевизору. Даже там Яндекс уже, Яндекс Ями, по-моему, у них был. Даже эти ребята тоже уже, всякие платежные системы стали это дело внедрять. Потому что это стало мейнстримом. Все об этом начали говорить. Вот раньше, когда были вот эти брокеры, все так работали. У всех такие были комиссии, никто не ныл. Но тогда, наверное, понятие пассивные инвестиции или дивидендная пенсия не так была развита. И все там пытались трейдить, торговать. Это, наверное, было в первую очередь. Наверное, вот это с запада системы уже, может, в 2015 году начали дивидендную историю аристократы вводить. И поэтому все были тарифы вот так вот для активных трейдеров. И поэтому тот же самый кит финансовый рассчитан на активных трейдеров. У тех, у кого большие капиталы, как правило, работали ребята с большими капиталами. Да, мы сейчас туда перейдем. Нам, обычным инвесторам, особенно кто такой пассивный инвестор, не очень там будет выгодно покупать сделки за комиссии в 50 рублей. Но опять же, еще раз говорю, ребят, из-за этих санкций нас откинул примерно 10 лет назад. И 10 лет назад именно все было так. Поэтому здесь остается только принимать и работать с этими стоями. Других просто условий, друзья, нет. Ныть, голосить, прыгать от брокера к брокеру, еще раз говорю, ничего вы хорошего в этом не выиграете. Где-то больше, где-то что-то меньше, ну еще раз говорю, от этой суеты вы только потеряете и уничтожите свой сложный процент. Больше себя суеты наведете и вообще разочаруетесь в инвестициях и уйдете. И с одной стороны это тоже верно, потому что инвестиции это не для каждого. И может быть многие реально не поняли, что такое рынок. Я уже объяснил, рынок это реально. Да и даже не то, что рынок, а что такое инвестиции. Инвестиции это, еще раз напомню, это мы вкладываем деньги куда-либо и ждем отдачу. Возможно на отдачу нам потребуется 5-10 лет. А не так, сегодня вложил, завтра это уже спекуляция. Вот я чисто еще говорю, инвестор, я в предыдущих видео даже на примере ларька это все объяснял и рассказывал. Под конец я хочу сказать вам, что я буду делать. Друзья, я не буду суетиться, не буду там переводиться куда-то, что-то, где-то, еще раз говорю, потому что я пока не знаю, сколько это будет стоить. И суетиться вот этого я не буду. Возможно перевод может затянуться в другом брокеру еще на месяца, на еще что-то. Я лучше за это время реально подкуплю дешево акции. Из-за перевода могут быть мои акции опять заморожены и цены уже будут хуже, еще тому подобное. Или дивиденды где-то что-то как-то заставят. То есть есть риски вот этих переводов. Поэтому суетиться я не собираюсь и урезать. За счет комиссии всякий свой сложный процент и свой капитал. Я лично пока останусь здесь. В принципе да, 50 рублей меня комиссия накаляет, так как я пассивный инвестор, я мог одну-две акции докупать в неделю и все. Ну я буду как делать, сейчас пока рынок просевший. Американские акции пока не буду покупать, даже если они будут рваться, потому что непонятно. Вот эта ситуация пока все реально. США у нас не устаканится и все может быть это реально 3-5 лет займет. Ничего страшного, даже несмотря на то, что рынок сейчас просаживается американский. Инфраструктурные риски геополитические для меня важнее, чем покупка там из-за кока-колы, да, за полторы тысячи рублей. Хотя, кто знает, может я поддам себе и куплю даже эти акции по такой цене. Но там есть классные, ну неплохие GDR-ки. И я планирую их покупать и дальше работать. И опять же, я буду планировать просто, чтобы мне минимизировать свои растраты, я просто буду планировать в день сразу закупать то, что мне нужно. Да, я заплачу 50 рублей, но я сразу куплю то, что мне нужно. Один раз в месяц заплачу и все, а дальше буду сидеть. Если акции какие-то просядут, я буду смотреть. И если я буду делать нечастные сделки, я буду делать нечастные сделки. В принципе, 50 рублей еще в день терепимо. Да, много, но опять же, это лучше, чем, друзья, когда ваши активы вообще заморожены, и у вас нет к ним доступ. Поэтому лучше заплатить 50 рублей. Если тем более у нас будет возможность всеми акциями тормотить и получать дивиденды, то 50 рублей это еще нормально. Плюс мы тут еще же, опять же, сюда закладываем не только возможность получить за эти 50 рублей, за эту комиссию, ликвидность нашего капитала, ну и возможность получать, опять же, денежный поток и возможность снижения санкций. А это очень важно. Поэтому это как некая такая комиссия нам за то, чтобы не получить, как говорится, санкции. Хотя, да, они могут в любой момент кому угодно приплыть. Может быть, Сбербанк все настройки перенесет от себя. Вот, например, формулу W8B, я слышал, не надо заполнять. Вроде как-то маржинальная торговля и вот использование бумаг тоже будет по умолчанию подключено. Будем с этим тоже разбираться. Будем решать эти вопросы, как с этими функциями бороться, отключать и то подобное. Сейчас пока об этом сложно говорить. Абонентскую плату 200 рублей убрали. Да, 200 рублей, это, конечно, жестко. И люто это бы съедало, конечно же, очень приличный капитал. Я не но, я терпеливо жду. Я уже открыл счет, еще раз напоминаю. Уже под запись это сделал. Буду ждать дальнейшие конструкции. И я буду лично здесь работать. Смысла и бегать, еще раз говорю, я не вижу. Вот у меня будет два брокера. В Сберии будет российская часть, здесь у меня будет американская часть. Может быть, ГДР-ки конвертируют. Эти останутся здесь, так уж и быть. А эти я начну покупать, которые конвертированы. Уже те же Global Trans или какие-то мать и дитя. Я, конечно же, на московской бирже. В Сбербанке там комиссия меньше. Там это будет выгодать. А здесь чисто будут тупо получать дивиденды. Продавать я ничего не собираюсь. Еще раз говорю, так как я долгосрочный инвестор. И вы себе должны задать вопрос. Вы вообще сюда на рынок пришли? Как инвестор или как просто, еще раз говорю, поиграть, поспекулировать? Вот я как нормальный инвестор, все как телевизор пиливый. У меня сроки большие. Вот я и не паникую, мне по барабану. Буду ждать уже, что и как и дальнейших инструкций. Какие есть комиссии, будем мы из таких условий сходить. А что теперь? А вы, друзья, решайте сами. Можете продолжать дальше ныться, продавать все. Но поверьте мне, того, что вы продадите, дивидендная пенсия у вас не появится и не будет. Так что, еще раз говорю, решайте сами. Ну, вот такое мое мнение. Ставь лайк, если данное видео тебе понравилось и вдохновило тебе, и продало какую-то мотивацию, возможно. Подписывайся на мой YouTube канал, если еще не подписался. Делись данным видео со своими друзьями, оно может быть им реально полезно. Пиши мнение, можно также нытье какое-то мне написать в комментариях. Буду рад выслушать, отвечу, если что, может где-то поддержу морально, стараюсь отвечать на комментарии. Ну, и что, с вами на связи был Фокин и Мини. Накапливайте капитал, инвестируйте и богатите. Ну, или просто забудьте про инвестиции, живите сегодняшним днем, все тратите и тоже радуйте жизни. Всем пока, увидимся скоро.